18 часов. Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. О событиях этого дня расскажу я, Екатерина Ищенко. Смотрите в этом выпуске. Скрыл номер, заплати штраф. Больше трети автомобилистов демонстрируют чудеса маскировки в зоне платной парковки. Но теперь это бесполезно. Картины, вдохновлявшие жители осажденного города, выставка о кино в блокадном Ленинграде открылась в павильоне киностудии Ленфин. Завершение двухнедельных торжеств в Китайском культурном центре отметили наступление года черного водяного кролика праздником фонарей. В Петербурге готовы поддержать материально специалистов в области цифровизации. От них, в свою очередь, ждут перспективные предложения по улучшению качества жизни горожан. Например, новые электронные приложения и компьютерные программы. Деньги на эти цели будут заложены в проекте «Твой бюджет». Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников. Ранее петербуржцы в рамках проекта могли получить средства на реализацию идей по городскому благоустройству. С этого года к ним добавится и цифровая среда. Перезапуск программы так называемого инициативного бюджетирования намечен на конец февраля. Проектную заявку с описанием идей можно оставить на сайте www.tvoibudget.spb.ru Все тайное станет явным. Это важно знать автомобилистам, которые не намерены оплачивать парковку в центре города. В зонах с синей разметкой появились пешие патрули комитета по транспорту. У них есть полномочия делать регистрационный номер машины видимым. Александр Громов наблюдал за первым парковочным рейдом в центральном районе. Пластиковые карты, клочки бумаги, грязные перчатки. Нелепые попытки скрыть номер на платной парковке бесполезны. Все маски будут сорваны. В прямом смысле. Делаем, чтобы номерной знак автомобиля был читаемым. Личное имущество гарантирует патрульные. За время рейда не пострадает. Снятое с номера инспектор аккуратно кладет на бампер. Машину фотографируют до и после манипуляций. Все это проверяется в том числе и дежурной службой, которая круглосуточно и с 8 утра наблюдает за камерами городской системы видеонаблюдения. И тоже видит, где номера закрыты. И дает команду, в том числе инспектору, что там закрыты номера. Вопреки возмущениям водителей, пешие ревизоры подчеркивают в комитете по транспорту. Имеют полное право расчищать регистрационные знаки. Норма эта прописана давно. С февраля ей окончательно дали зеленый свет. Не допускается размещать транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками. Без государственных регистрационных знаков, а также с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию. В день патрульные проходят по 15 километров, выслушивая десятки невероятных историй. Например, по странному стечению обстоятельств. На этом номере снегопад скрыл только первую букву. Я не замазывал. Да, случайно. Случайно. Не, я оплатил, смотрите. Хорошо. Никаких штрафов инспекторы не выписывают, но вносят нарушителей в базу. Остальное дело техники. Наказание за жадность, уверяют ревизоры, настигнет каждого. Если получается, что он совершил административное правонарушение, не оплатил парковку, согласно закону Санкт-Петербурга, к нему приходит штраф 3000 рублей. Платные парковки, объясняют эксперты, это часть большой транспортной реформы. Уже летом синие линии, наконец, пересекут мосты. С 1 июля раскошелиться придется за стоянку на Петроградской стороне, а с 1 октября и на Васильевском острове, в зоне исторической застройки до Наличной улицы. Мы говорим о том, что проживающие в этих районах должны чувствовать себя максимально комфортно. А те, кто приезжают туда каждый день на личном автотранспорте, должны задуматься и, возможно, пересесть на общественный транспорт, для того, чтобы не создавать проблемы с парковкой на узких улицах. Что касается цен на парковку, они не изменятся. Все те же 100 рублей в час. Дешевле стоянка обойдется местным жителям. Им рекомендуют уже сейчас задуматься о покупке специальных разрешений. Инспекторы Центра управления парковками предупреждают, они могут оказаться в любом месте в любое время. Отслеживая город по камерам наблюдения, коллеги из офиса присылают им самые проблемные адреса. Все улицы, где есть в городе установлены кресты, они внесены в маршруты патрулирования наших автомобилей. И поэтому в любом случае, если автомобиль стоит под знаком кресты, автомобиль проедет, это нарушение зафиксирует. Отдельно в комитете по транспорту подошли к подбору патрульных. Это мужчины, которые прошли психологическое тестирование и умеют сглаживать конфликты. Впрочем, если на пути ревизоров появится особо неадекватный водитель, им на помощь незамедлительно прибудут сотрудники полиции, у которых вместо уговоров другие методы. Александр Громов, Олег Сергушев, Александр Аксенов, Нарина Степанец, Павел Чащин и Александр Лоскутов. Телеканал «Санкт-Петербург». На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают о школьных обедах и завтраках и знают ли родители о возможности контролировать качество питания в образовательном учреждении. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности «Единой карты петербуржца». Выставка «Кино» в блокадном Ленинграде открылась в пятом павильоне киностудии «Ленфильм». На 12 стендах информация о фильмах, которые шли в это время в Ленинграде. Какие картины вдохновляли жители осажденного города, знает Дмитрий Копытов. Культурная жизнь в блокадном городе не останавливалась. Люди также ходили на концерты и в кинотеатры. О любви к важнейшему из искусств свидетельствуют документы. Например, письма. Вот одно из них. Фронтовик пишет своему сыну Вове. Но я вспоминаю свои юношеские годы, и мне кажется, что я закопал свой талант, не дал ему развернуться. Ты помнишь прекрасную художественную картину «Большой вальс»? Помнишь, как Шанни Штраус творил? Как он сумел сочетать любовь к народу, любовь личную к Карли, сочетать со своей профессией? Это письмо – один из экспонатов небольшой выставки. А еще блокадные дневники, открытки и издания. Но акцент делают на 12 стендах. Их задача с помощью фотографий и афиш рассказать о фильмах, выходивших в прокате кинотеатров осажденного города. Конечно, большей частью мы хотели представить именно фильмы, которые снимались здесь, в Ленинграде. Например, фильм «Маскарад», который снимался именно в этом павильоне номер 5 на Ленфильме. Он вышел на экраны уже в годы войны, 19 августа 1941 года. И не получилось такой большой у него популярный свет. Но этот фильм значимый для Ленфильма, как назвал тогдашний руководитель. Это «Лебединая песня» двоенного Ленфильма. Еще один знаковый фильм – Александр Невский из Эйзенштейна. Он снят до войны, но стал как никогда актуален во время. Новый орден, носящий имя святого князя, учредили в 1942-м. Незадолго до этого Константин Симонов пишет поэму «Ледовое побоище». Позже исполнитель главной роли Николай Черкасов вспоминал, на площадке режиссер ставил задачу создать эпический, героический образ, но при этом сохранить святость Александра Невского. Освободителю земли русской тогда посвящали довольно много статей и книг. Издание нашего ленинградского профессора Мавродина – вот это одна из первых книг, вышедшая в Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Она подписана 1936-1941 года. С блокадными фильмами можно ознакомиться здесь же. Фрагменты вывели на современный монитор. Некоторые начинаются еще со старой военной заставки знаменитой киностудии. Особого внимания заслуживают открытки и сувенирная продукция. По словам филокартистов, эти небольшие фотоальбомы с кадрами из любимых фильмов пользовались огромной популярностью у ленинградцев. Люди покупали это на память, но зачастую вот эти вот фотоиздания, хотя они выпускались большинство без оборотной стороны, без адресной, их довольно часто использовали как открытки, как письма для связи со своими родными, даже на фронт их посылали. Подобные артефакты блокады давно уже в частных коллекциях. Но ради выставки на Ленфильме собиратели согласились представить на обозрение общественности. Если экспозиция будет популярна, ее могут разместить в пятом павильоне ленинградской легендарной киностудии на постоянной основе. Дмитрий Копытов, Евгений Чернов и Оксана Бушмелева. Новости телеканал Санкт-Петербург. Петербуржцев познакомили с традициями празднования Нового года по восточному календарю. Мастер-классы организовал китайский культурный центр. Гости узнали, что в Поднебесные торжества стартовали 22 января и продлились две недели. Сегодня заключительный день, когда отмечают праздник фонарей. Главный цвет – красный. Он символизирует счастье, удачу и благополучие. Принято собираться в кругу семьи, заниматься каллиграфией и готовить традиционные китайские блюда. Петербуржцы смогли поучаствовать в чайной церемонии и попробовать угощение с начинкой из сладкой фасоли. Сегодня обязательно есть традиционное блюдо. Называется юан сяо или танг юан. Это такой шарик из рисовой мука и внутри сладкого. Это очень вкусно. Обязательно, как сладости, дает всем семье счастье. По восточному календарю покровителем наступившего года является черный водяной кролик. Считается, что это животное помогает создать гармонию в семье. Поэтому влюбленные пары стремятся заключить брак именно в этот год. В культурном центре представили традиционные свадебные костюмы. Наряд жениха украшает дракон. На платье невесты можно увидеть фениксов. Они символизируют женское начало и благополучие. Кстати, считается, чем длиннее шлейф, тем богаче будет молодая семья. И пока это все, о чем успели рассказать. Вам к этому часу больше новостей вы найдете на официальном сайте телеканала Санкт-Петербург. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!